Добрый день. Много раз я рассказывал свою историю здесь, на своем блоге. Тысячу раз. О том, что когда я пришел в сетевой маркетинг и в первой своей компании, более 10 лет я не приустревал. И так и не смог начать зарабатывать приличные деньги. И все время я задавался вопросом, что же делать? Был такой горячий груди. Так хотел. А вот сейчас я думаю, читал тут недавно книжку какую-то, я размышлял. Думаю, что я, наверное, просто вошел в этот бизнес уже в достаточно таком серьезном возрасте. Не мальчиком, а двадцатилетним. И мои привычки и представления о возможностях жизни уже сложились и были в завершенном состоянии. Я сейчас наблюдаю, как многие люди заходят в бизнес. Мальчики, девочки, взрослые люди и совсем взрослые, зрелые, я бы даже сказал. И вижу, как многие из них начинают привносить в этот бизнес, ну что естественно, понятно, конечно, привносить все свои рабочие навыки, привычки и представления о том, как это все должно выглядеть. Но самое страшное, это им вредит сильно. Потому что здесь другие законы и по-другому надо действовать, думать и на другие ориентиры вообще смотреть. Это вредит сильно. Но самое важное, что вредит людям здесь, если они привносят свои представления о возможностях из обычного традиционного бизнеса, из обычной работы, государственной службы, но из обычной повседневной жизни. И вдруг открывается целый мир сетевого бизнеса. Самое главное, это даже не рабочие навыки и рабочие привычки, а представление о том, чего здесь можно достичь. На что может претендовать инженер в мыслях своих, который 20 лет на заводе отбарабасил за 3 копейки. Ему говорят, ты можешь здесь получать 100 тысяч долларов в месяц. Да, как здорово. А это все равно ему говорят, что он будто бы слышал, что он балерина, или что он прыгает на 2,5 метра в высоту, или что он космонавт, или еще что-нибудь такое, недосягаемое совершенно. В одно ухо впустил, в другое выпустил. Это его никак не касается, никак не трогает. А на самом деле, это ведь так и есть. Делая простые вещи, человек может достичь таких результатов. Вот если бы только мы смогли расширить свои рамки, свои границы о наших возможностях, о наших представлениях, которые уже сложились за годы предыдущей жизни в сетевом бизнесе, вот тогда бы мы тут могли ставить такие себе цели, такие вершины, захватывать такие плачдармы, что мало бы не показалось. Какой-то великий человек сказал мысль такую о том, что каждый определяет границы мира своим собственным горизонтом. На что я вижу, что я привык осознавать, таков и мир. На самом деле, это большое заблуждение. В зоопарке медведь жил хороший такой, ценный. И жил в скотских условиях, в клетке. Хороший медведь, порочистый. Держали в клетке 10 на 10 метров. И вот он бедняга, как шатун. Влево, вправо. 10 метров туда, 10 метров обратно. День, неделя, месяц, год, два. А потом пришел новый директор в зоопарк и говорит, вы что вообще, я не понял, ребята? Вы в каком состоянии, в каких условиях содержите животное? Это такая ценная мишка такая. Вы что вообще? Из нее, из этой мишки можно такое потомство, таких классных медведей настрогать. А вы держите медведя в таком, медведицу, тем более, в таких условиях. Немедленно. И, короче говоря, напрягся зоопарк, выделили деньги, и выделили кусок зоопарка, такая территория, максимально приближенная к естественной жизни медведя. И ручеек, и горки какие-то сделали. И деревья растут, и загородили забором. Ну, короче, создали нормальные условия для медведей. Усыпили, кольнули его димедролом, выволокли спящую медведицу в новый вольер, там, где созданы классные условия, и выпустили. Проснулась девица, не в занюханной клетке, за решеткой, а на природе. Птички летают, деревья, ручеек зорчат, камушки лежат, ездит травка, побегать, попрыгать, и стали наблюдать за ней. Она 10 шагов влево, 10 шагов вправо, туда, сюда, вперед, назад, 10 шагов на открытом пространстве. И дальше ничем не интересуется. Ни ручейком, ни деревьями, ни травкой. Как будто она находится на грязном бетонном полу, где она провела свою юность. Так это же медведица, она просто так привыкла. А мы-то с вами люди думающие. А как узнать, какие рамки в этом деле, какие барьеры надо себе ставить, какие цели, какие вершины могут быть достигнуты, на что я вообще могу претендовать, новичок, пришедший в сетевой бизнес? Я думаю, путь один. Надо искать истории успешных людей. Надо искать истории тех людей, которые были в таком же положении, как и ты. Пришли и добились. Надо искать истории. Есть масса литературы сетевой о том, как люди были не кем, а стали кем. Есть такая книжка, я кому-то подарил ее, дважды или трижды своим дистрибьюторам подарил, теперь очень жалею, и так не могу ее купить. Скотт Дегампо, «От сердца к сердцу». Так вот, по-моему, называется эта книжка. Там такая толстая сетевая книжка из серии библиотеки MLM. И там масса историй. Масса историй, когда человек был в полнейшем ауте и прожил уже долгую жизнь. Пришел, разобрался или разобралась на примерах других, что сетевой бизнес может кардинальным образом все поменять. И в жизни этого человека началось. Такие метаморфозы, такие превращения, такие потрясающие достижения. Деньги, свобода, поездки, признание, слава, наслаждение тем, что ты помогаешь огромной армии людей, смотрящих на тебя взахлеб, потому что ты был в дерьме и так поднялся. Так поднялся благодаря индустрии сетевого бизнеса. Не будем уподобляться медведям и прочим животным, да и людям, которые всю жизнь провели какой-то клетки, в каких-то обстоятельствах и вот их выпустили на свободу. Мы сейчас на полной свободе. Сетевой бизнес – это свобода. Ищите лучшую компанию и начинайте действовать. Ищите людей, которые могут быть вас, вам, вам, примерами, звездами, которые сияют вам на небосклоне. Берите с них пример, ориентируйтесь на их стиль жизни, на их уровень доходов, на то, как они действуют, совершенствуя свою жизнь. И не ходите в 10 шагов, туда, 10 шагов обратно. И не применяйте те же самые приемы, которые вы применяли у себя на своей предыдущей работе. Рассчитываю получить жалкие вознаграждения за свою работу. Я желаю вам удачи. Все будет хорошо.